МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Культура новости в студии Егор Бедуля. Здравствуйте. Влюблённый в кино. Он был человеком блестящего ума, блестящих знаний. В Москве простились с киноведом и кинокритиком Кириллом Разлоговым. Как при императрице? Например, в самом нижнем ряду по описанию цвет палевый. Специалистов воссоздают убранство зубовского флигеля Екатерининского дворца. Противоречивый фильм. В российский прокат выходит картина Жюлии Дюкурно «Титан». В Москве простились с Кириллом Разлоговым. Президент гильдии киноведов и кинокритиков России ушёл из жизни 26 сентября на 1976 году. Церемония прощания прошла в Центральном доме кинематографистов. На прощание с Кириллом Эмилиевичем Разлоговым пришли друзья и коллеги, ученики и почитатели. Разлогов привлекал аудиторию всех возрастов умением сходу заинтересовать кинематографом. Он был человеком блестящего ума, блестящих знаний. Он потрясающе знал мировое кино и кино отечественное. Потом он всю жизнь объяснял, почему кинематограф – это важно. Почему кинематограф надо не просто финансировать, но надо его знать, понимать, чувствовать. Он его чувствовал бесконечно. Любой фильм он рассматривал в контексте всего киноискусства. Вот что было интересно. Любая картина, современная, вчера сделанная картина, представляла для него интересы. Он этим интересом заражал. Как она попадает в контекст мирового и вне временного киноискусства. Кирилл Разлогов был человеком энциклопедических знаний. Рассматривал кино в широком контексте мировой культуры. Коллеги говорят, ему было интересно всё. Кирилл Эмилевич игнорировал шаблоны, не раскладывал фильмы по полочкам. Его критическая мысль отличалась непредсказуемостью и оригинальностью. Он такой был человек, наверное, возрождения, который знал много языков, умел писать хорошо и главное конструктивно мыслить. Вы знаете, киновед или кинокритик, как говорят, он был мыслитель в кино. Мыслитель. Он помнил каждый фильм, он в кино знал вообще всё, абсолютно. Вот такого другого человека просто я за свою долгую киноведческую жизнь не встречала и боюсь, что не встречу. Это абсолютнейшая влюблённость в кино. Кино — это вот когда можно сказать, кино — это жизнь. И жизнь — это кино. Кирилл Разлогов возглавлял гильдию киноведов и кинокритиков, был программным директором Московского международного кинофестиваля, писал статьи, преподавал. Он легко делился знаниями и всегда приходил на помощь. В Библии есть текст, очень известный, который цитируется в Андрея Рублёве, что «Любовь не завидует, любовь страста терпит, любовь не обижается». И так далее, и так далее. Я говорю, что можно на слово «любовь» приписать слово «разлогов» и будет всё абсолютно правильно. То есть для меня Кирилл Ильич был просто такой идеальной личностью абсолютно. Он был очень умный, он был очень знающий, он был очень весёлый, очень лёгкий человек, очень надёжный, очень порядочный и очень умный, умеющий всё красиво, тонко разрулить в сложных ситуациях. Знаток истории кино Кирилл Разлогов не любил зацикливаться на прошлом. Он утверждал, исследователю нельзя отставать от современности. Самые интересные процессы в культуре происходят на наших глазах. Василий Алексеенко, Денис Остапчук, Игорь Иванов. Новости культуры. К другим темам. Специалисты музея-заповедника «Царское село» воссоздают внутреннее убранство зубовского флигеля Екатерининского дворца. Как будут выглядеть преображённые интерьеры Екатерины II, расскажет Екатерина Грицыенко. Простота со вкусом. Зубовский флигель Екатерининского дворца для XVIII века демонстрировал мало позолотых и богатых тканей. Однако после реставрации эти комнаты смогут ослепить своим сиянием. О прошлом интерьеров судят в основном по чёрно-белым снимкам. Оттого определиться с оттенками сложно. В отличие от оригинала на фото, воссозданный купольный зал оживает в цвете. Кажется, узоры выводят на поверхности сводов. Но сначала их рисуют на съёмных конструкциях и только после долгих обсуждений переносят в интерьер. Например, в самом нижнем ряду по описанию цвет палевый. И вот вы видите, мы пытались его вчера подобрать. Но вы видите здесь и розовый, и такой вот более персиковый цвет. И палевым образцом был признан вот этот вариант. Но тоже были замечания к художникам-реставраторам, что цвет фона надо более уплотнить. Купол в этом зале называют ложным. Он возведён внутри помещения. 16-тонное сооружение поддерживали 20 колонн. Глядя на эти опоры, легко поверить. Они способны принять всю тяжесть массивных сводов. И только в реставрационной мастерской раскрывается тайна. Колонны деревянные, а вовсе не из горных пород. Конечно, внутри сооружений должен быть металл. Именно так создавали их при Екатерине. Техника альфрейная называется. Это художники расписывают, имитируя поверхность дорогого материала. Потому что, конечно, работа в камне такой колонны раз в 50 дороже, чем сделать роспись. Во время Великой Отечественной войны комнаты, хранившие отделку 19 века, полностью сгорели. Потому личные апартаменты императрицы не просто реставрируют, создают заново. Однако есть исключения. Например, наборный паркет из зеркального кабинета. В связи с его ценностью был вывезен в Германию во время войны. И в 1947 году его нашли в Берлине. Возвращенный паркет очень долгое время хранился в фондах. И единственное, в 1970 году была попытка его подреставрировать. Но, видимо, в связи с тем, что он очень сильно осыпался. Пока трудно представить, как выглядел при Екатерине китайский зал с его фарфоровыми пагодами или серебряный кабинет с зеркалами и пилястрами. Но специалисты уверяют, любоваться шедевром эпохи классицизма можно будет всего лишь через два года. Екатерина Грициенко, Александр Лагунин, Дмитрий Севастьянов, Ольга Потапенко. Петербург. В Петербурге появится еще одно «Лебединое озеро». В Лондоне изучают историю современного дизайна, а в шведской опере запоют по-русски. Подробности в нашем обзоре. Главный балет русской сцены в авторской версии испанского хореографа Начо Дуата. В Михайловском театре прошел генеральный прогон балета «Лебединое озеро». Хореограф использует в своей постановке фрагменты классической хореографии Льва Иванова и Мариуса Петипа. Но действие решил перенести в 20-й век. Я стараюсь проявлять максимальное уважение. Надеюсь, что не сильно испачкаю своими грязными руками красивый классический русский балет. В Лондоне открывается выставка, посвященная творчеству американского дизайнера японского происхождения Исаму Нагучи. Лампа Акари или световая скульптура – одно из самых известных его творений. Нагучи придумал лампу в 50-х, когда, путешествуя по Японии, увидел, в каком бедственном положении находится страна после Второй мировой войны. Ему пришла идея создать электрический светильник с традиционным абажуром из рисовой бумаги. Лампа стала популярной во всем мире. Большие партии поставили за рубеж, тем самым способствуя росту японской экономики. Если вы посмотрите на работы Нагучи, вы увидите, что он вдохновил и повлиял на многих дизайнеров, пришедших после него. На выставке можно увидеть полную эволюцию его работ. Опера Чайковского и Аланта в постановке российского режиссера Сергея Новикова станет главным событием нового сезона шведской королевской оперы. Премьера состоится 2 октября. Спектакль создан совместно с театром Геликон-опера. В 2019 году и Аланту в Москве увидели гости из Швеции и решили привезти к себе на родину. За время пандемии появился большой совместный проект с участием российских и шведских певцов хора и оркестра Стокгольмского театра. Интересно, что это именно совместное производство, то есть не просто спектакль приехал на гастроли в Стокгольм, а шведский оркестр, шведский хор, целый ряд солистов учат на русском языке эту партитуру. Во Владивостоке проходит первый международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Программа «Смотр» ознакомит дальневосточную публику с лучшими мировыми постановками. Труппа швейцарского режиссера Даниэля Финци-Паско показал одну из самых красивых работ мастера «Белое на белом». Швейцарский режиссер Финци-Паско создал спектакль в своем неповторимом стиле. Легко, изящно, с множеством трогательных деталей и сюрпризов. Так же, как в цирке «Дю Салей» он заставляет зрителя поверить. Радость помогает преодолеть любое восхождение. В нашем спектакле актриса рассказывает, как познакомилась с рабочим сцены. Она помогла ему забыть трудное детство, между ними вспыхнула любовь, и потом они вместе рассказывают историю своей любви и испытаний. И помогают нам в этом маленькие огоньки. У нас на сцене почти 300 лампочек. Вся декорация из лампочек. Они то вспыхивают, то гаснут. В спектакле, как в жизни. Трагическое, рядом со смешным. История о жестокости родителей, одиночестве, несправедливости прерывается трюками, от которых притихший зал взрывается хохотом. Впервые мы оказались так далеко в России и счастливы быть во Владивостоке. Мы играем наш спектакль на пяти разных языках. Выступали в 15 странах мира. И здесь великолепный зал. Название спектакля «Белое на белом». Это образ театра, искусство сиюминутного, не оставляющего следа нигде, кроме нашей памяти. Артисты словно пишут белыми чернилами по белой бумаге. Каждый зритель видит свое. Ты приходишь на спектакль, чтобы получить отклик вот этот внутренний. И это однозначно спасибо вот за это, потому что когда внутри вот это вот зарождается и закручивается, мне кажется, это самое дорогое. Заставляет задуматься в целом, то есть о том, что где-то есть человек, который тебя поймет. В любом случае, какой бы ты ни был, ты хрупкий или стальной, как это было сказано в спектакле. По фестивальной традиции после спектакля зрители смогли пообщаться с артистами, узнать о творческом методе Даниэля Финцепаска, как в сочетании танца и клоунады рождается его фирменная техника, которая называется «Театр Ласки». Оксана Данилюк, Николай Фарафонов. Новости культуры. Владивосток. Один из главных шедевров Национальной галереи Лондона может оказаться подделкой. Искусственный интеллект поставил под сомнение подлинность Самсона и Далилы Питера Паули Рубенса. Полотно, изображающее бедхозаветный сюжет, музей приобрел в 1980 году за 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Подлинность картины давно была предметом споров. И вот свои аргументы представил искусственный интеллект. Произведение исследовали швейцарские эксперты из компании ArtRecognition. Они применили технологию, которая основана на сверхточных нейросетях. Алгоритм анализирует характерное для художника движение кисти. Результаты обнародовала газета The Guardian. Результаты просто поразительны, говорит доктор Карина Попович и проводившая исследование. По данным, полученным в результате применения нашего алгоритма, с вероятностью 91%, это произведение не является подлинным. Я была шокирована. Чтобы удостовериться в отсутствие ошибки, мы повторили эксперименты. И всякий раз результат был один и тот же. В прокат выходит фильм «Титан», обладатель золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Триумф картины вызвал неоднозначную реакцию критиков. Работу француженки Жюльи Дюкурно упрекали в полном отсутствии логики. Картину уже посмотрел Станислав Анисимов. Главной героиней фильма «Алексия» в детстве попала в аварию. С тех пор в голове у нее титановая пластина, из-за которой автомобили. Ей становятся ближе, чем люди. Фильм Жюльи Дюкарно снят в жанре боди-хоррор. Это фильм ужасов, сфокусированный на пугающих трансформациях человеческого тела. Эта роль была интересна для меня в физическом плане. Моя героиня почти не разговаривает в кадре, и мы вместе с режиссером думали о том, как передать весь спектр эмоций при помощи тела. Совсем без слов. Конечно, мне потребовалось много предварительной подготовки, чтобы моя героиня получилась такой, какой вы видите ее в фильме. Когда героиня вырастает, то становится стриптизершей и серийным убийцей. Фильм Дюкарно шокирует каждой сцены. Главная героиня забеременела от автомобиля. Вместо грудного молока у нее машинное масло. Скрываясь от полиции, она выдает себя за мужчину. Но образ новой амазонки режиссер представляет зрителю с отталкивающей детализацией. На премьере фильма в Каннах зрителям становилось плохо, они покидали зал. Главное, что я хотела донести до зрителя, это то, что вопрос пола больше не актуален. В том случае, когда речь идет о личности человека. У нас очень предвзятое отношение к этому вопросу, я считаю. Работая с оператором Рубаном Импенсом, Дюкарно принципиально использовала контрасты. Холодные тона сменяются теплыми. Также, по идее, режиссера должно измениться мнение зрителя о ее героях. От отвращения к пониманию и принятию. Если таковое вообще возможно. Ведь Дюкарно, по меткому замечанию критиков, сняла фильм про уродов в отсутствии людей. Станислав Анисимов, Екатерина Титова, Новости культуры. С новым названием и новыми постановками открывает сезон театр Армена Джигарханяна. Первую премьеру артисты трупа покажут уже 3 октября, в день рождения Армена Борисовича. О планах на новый сезон в программе «Главная роль» расскажет художественный руководитель театра Сергей Газаров. Смотрите в 19.45. А наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до встречи в 23.50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова